Однажды Толкин беседовал с Льюисом, и Льюис говорил, «Меня всё устраивает во всех религиях, особенно вот эти мифологические сюжеты, это очень всё красиво». И они стали говорить о Боговоплощении. И Льюис сказал, «Так в каждой религии есть Боговоплощение. Там есть воплощение Кришны, которое рождается от земной женщины, оно называется в индуизме Девака. Это есть в египетской мифологии, это в греческой мифологии, когда возникают полулюди, полубоги, которые совмещают в себе божественное и человеческое происхождение. И вдруг Толкин говорит, «А ты можешь на мгновение представить, что однажды это произошло по-настоящему?» И вот это было потрясение для Льюиса. И после вот такого разговора он действительно стал христианином. И они рассуждали о том, что вот эти мифы, легенды в разных народах – это предчувствие, это предчувствие того, что должно произойти. И если вы возьмёте работы древнего христианского апологета, это Юстин – философ, и он описывает такую ситуацию, что язычники ставили ему на вид, что наши боги тоже имеют своих земных детей и так далее. И были великие герои древности мифологические. И Юстин говорит, «Это указывает на то, что в древности были пророчества о Христе, но язычники не смогли возвыситься над собственным многобожием до теистических истин, что это связано с Единым Богом и Его единородным Сыном». Продолжение следует...